Перед тем, как мы с вами погрузимся в наше новое путешествие, я хочу вам снова порекомендовать карту Тинькофф Блэк. Карта Тинькофф Блэк это карта с повышенным кэшбэком. Лично у меня таких карты целых две. Мастер карты и карта Мир. Оплачивая покупки карты Тинькофф Блэк, вы не просто получаете обратно какие-то там бонусы, вы получаете настоящие рубли, которые можете потом потратить. Оформив карту по моей ссылочке в описании под этим видеороликом, вы получите бесплатное обслуживание пожизненно. Таких условий даже нет у меня. Это дебетовая карта с кэшбэком и процентом на остаток до 7%, на остаток до 15% кэшбэка, до 30% у партнера. Как я уже сказал ранее, вы получаете бесплатное обслуживание навсегда при оформлении до 30 июня. Бесплатное пополнение и переводы, снятие без комиссии. Ну и конечно же, лучший мобильный банк в мире, 100%. Ссылочку я оставляю в описании, переходите, оформляйте и пользуйтесь. И помните, что это предложение не вечно. Погнали! Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала. Вы, как всегда, на канале Семья на чемоданах. С вами я, Славян. Я сегодня вас приглашаю в новый выпуск. Я очень надеюсь, что мы сегодня покупаемся. Но перед этим, просто, ну, мои уже на самом деле купаются. Пацаны. А я сегодня весь в делах, весь в работе. Сейчас еду на почту, получу письмо, сейчас чуть позже расскажу. И получу в СДЭКе посылку долгожданную, которая нам пригодится в новом сезоне. Ставьте лайки, пишите комментарии. И погнали! Как я рад Геленджику, что здесь все рядом, а даже если что-то не рядом, то ты доезжаешь, как правило, без пробок и очень-очень быстро. Я, короче, в СДЭКе. Ну что, я получил. Посмотрите, какая здоровая штука. Я пока сейчас поеду на почту, а вы в комментариях можете написать. Как вы думаете, что это такое? Чуть позже сейчас распакуем вместе. Как же я постоянно хвалил эту почту, где все получал, потому что на самом деле никогда нет очередей. Но сегодня хочу поругать, потому что мне пришел ответ на мою досудебную претензию по поводу наших вещей. И в итоге мне не могут найти письмо. Я надеюсь, конечно, найдет, но эта бумага очень важна, чтобы дальше идти в суд. Как основание, чтобы до судебного порядка мы решали этот вопрос, как бы, и они отказались. В итоге должны мне позвонить, если найдут, если найдут, конечно, это печальная история. А что с нашими вещами случилось, посмотрите, выпуск есть. Если вкратце, то мы из Краснодара, когда уезжали, отправили вещи в Москву, чтобы родители в гараж закинули. В итоге машина попала в ДТП, и все, мы остались без всего. Вот такая грустная история. Ладно, пойдемте распаковывать посылку и заберу своих с моря. Купались? Да, мы три раза нырнули. Что, теплая вода? Очень. Миржин. Мы прям поплавали вдоль берега. Да? А ты купалась? Не купалась? Нет. Свинти, как ты поспал здесь? Здравствуй, свинок, здравствуй. Уйди. Ты пойдешь? Какое сегодня море-то прекрасное. Есть ветерок вот этот прохладный, который вот прям не пускает в море. Я лично люблю купаться в холодной воде зимой. Беспроблемно зайду, без проблем окунаюсь. Но ветер мне вообще не дает это сделать. Когда ветер вообще купаться, конечно, я не очень люблю. Даже летом, когда дует ветерок, я один раз зайду, быстро окунусь, и потом меня уже в воду не загонишь. Так вот сейчас и здесь. Но прозрачность воды... Ух... Так, ну что, я думаю, нужно приступить. Вон, мальчишки уже со мной, Настенька, Мирончик. Все, сейчас буду открывать. Очень сложно было снять эту пленку. Ее на самом деле много, но это и хорошо. Она нам точно пригодится, когда мы будем упаковывать наши вещи, отправлять снова в Москву. Поэтому здорово. Ну и плюс большая коробка. Так, чик, последние штрихи. Шик. Ну что, я не знаю, кто из вас что написал в комментариях и кто что думал, что же за посылка. Друзья, это к нам приехал биотуалет. Еще с кучей бумаги. Смотрите, какая красота. Здесь есть средства для него. И вот он состоит из двух частей. Ой, здесь водится даже немножко. Так, ладно. Я сейчас попробую его собрать и покажу, какая красота. Вы готовы видеть, какая это красота? Смотрите, вот он вот так вот влазит. Здесь даже будет, если подниматься, раскладываться, точнее, эта кровать, я думаю, что мешать не будет. Шикс. Раз. Вот так вот, если вот чуть-чуть отодвинуть. Раз. Два. Вот сюда наливается обычная вода, одно средство. Вот он смыв. Чик. Сходил, дела сделал, дернул эту штуку. Туда все провалилось. Потом, когда бак этот заполняется, он, короче, литров двадцать. И отстегивается вот эта вот платформа. Опа. И все. И вот этот бак уносится. Выливается через вот эту вот трубу. То есть, ну, максимально удобно. Средства я сейчас почитаю. Что вот это за средство? Есть средства, которые можно прям просто выливать в траву. А есть средства, которые нужно именно в канализацию выливать. Вот. Надо изучить, чтобы ни в коем случае не гадить природе. Вот такая вот у нас штукенция. Когда мы уже будем стоять в каком-то кемпинге либо дикарями, то сделаю более подробный обзор. Вот. Ну и покажу, чем раньше пользовались. И как вообще будет удобно, неудобно с ним ездить. Я даже попробовал, смотрите, разложил диван. Вот. И вот он стоит прям по порту. То есть, его можно даже туда и задвигать. А просто сейчас его вытащил. Так сказать, на ночь. Вдруг, как говорится, приспичил, да, чтобы он ночью функционировал. А вообще, в целом, можно его туда вон запихать. И все. Здесь будет еще стоять бойлер с 20-литровой водой. Ну и красота. А туда вот будут убираться уже чемоданы. Первая кровать. Вот эти две раскладываются. Это будет вторая кровать. И вообще, из передка тоже можно сделать еще одну кровать. Я сейчас выгнал всех своих на прогулку. Мы через два дня уже уезжаем. На самом деле, куча дел. Помимо того, что нам нужно собрать все вещи, нужно часть вещей отдельно отсортировать и отправить в Москву, дубль два. Вот. Потому что сейчас мы хотим остаться максимально налегке. Но, грубо говоря, самое первое необходимо. А если что-то нужно будет, то лучше уже докупить. И помимо всего этого, нам нужно еще убрать квартиру. У нас такой принцип. Мы когда уезжаем, живем в квартирах, оставляем после себя очень хороший порядок. Нужно отодвигать всю мебель, все вычищать. Ну, как говорится, как мы всегда это делаем. Естественно, диваны отодвигаются. Вот это вот все чистится, чтобы квартира была сдана в достойном состоянии. Коробку все упаковали обратно. Отправляем немножко техники, игрушек и все ненужное. Манеж, который у нас тоже отправляем. Отправляем все зимние вещи. Короче, куча всего снова. Вчера договорился с водителем. Утром, сегодня вот он приезжает. Мы сейчас с Артемкой идем и носим. Здесь, по сути, это немного сейчас покажу. Здесь вот у нас ванночка, немножко ботинок, принтер. Это манеж. Здесь у нас куча всякого барахла. И еще много-много вещей. Ну, по сути, 4 места только. Но в этот раз очень хорошо все упаковали. В буричатую пленку, дабы, не дай бог, снова что-то не то. Все поставили. Ну, все, отправили мы вон газелька. Все выезжает. Вот так вот. Перерывы между дел. Пошли сходить к морю. Немножко прямо вот так вот с утреца зарядиться. Тут еще встретиться с ребятами. Вот, и дальше продолжим. Нужно еще сегодня засвет заплатить за 10 дней. И машину надо, по идее, помыть. И вообще в целом машину травмовать. Да, лучше помыть обязательно. Короче, дел вообще просто куча. Ну, как всегда, пересхожи пожара. Да, вообще. Я, кстати, наверное, это единственная будет причина, почему я скажу когда-нибудь. Главное, главное, чтобы вещи доехали. Да, да, да. Я говорю, когда-нибудь я скажу, все, мы не будем ездить. Я просто скажу, все, нам не нужны никакие вещи. Вот купили, оставили, все. А у Настеньки новые очки. Это должна была случиться жесткая аллергия у Настя. Она говорила, чтобы Настя наконец-то купила новые очки. Да, но у меня, кстати, лучше уже. Я думаю, что это связано с клубникой. Потому что все-таки какую-то я ем нормально, а какую-то, видать, обрабатывают. И на фоне обработанности этой какими-то средствами у меня вылазь энергии. Я так думаю. Ну все, не ной. Вот, встретились, уже пару часов гуляем. Тоже путешествуют. Камера в камеру. Он снимает. Как здесь поставили, смотрите, соломенные зонтики. Работает техника. Пляжи выравнивают из-за этого цвет моря. Сегодня на пляже Сады морей так себе. Смотрите, какая. Удлиняет, потому что пляж был короткий. Вот по вот эту линию. А там его удлинили еще метра, наверное, теперь на 4. Поели и спустились на пляж. Пацаны хотят купаться. Заодно покажу атмосферочку. Пока мы здесь еще, в Геленджике. Вот зона купания. Зона купания для детей. Вот огородили. Сейчас, наверное, наши будут немножко купаться. Ну вот и все. Мальчишки уже забежали. Смотрите, у-у-у-у. Молодец какой. Гляньте, сколько всего новенького. Зонтики, катамаранчики. Все, сезон здесь. Официально, по-моему, с 4-го числа открывается. Но уже красота. Очень мы прям припозднились. Долго гуляли с ребятами. Сейчас я быстро бегу на почту, чтобы выяснить в итоге, что с письмом. Надеюсь, они его нашли. А если не нашли, буду брать какую-то с них бумагу о том, что они его потеряли. Чтобы приложив эту бумагу, я мог в суд адекватно подать исковое заявление, что я не виноват. Ведь по идее, по закону, нужно сначала решить в досудебном порядке и получить ответ на свою досудебную претензию. Но учитывая, что я не могу получить, потому что они потеряли. Вот как-то так. Все, я уже здесь. Ну что, письмо не нашли. Опять целый час там провел. В итоге вот взял бумагу о том, что они его потеряли. Надеюсь, примут. Конечно, жесть. Мне так нравилась эта почта, потому что здесь никогда нет очередей. Так как здесь приятно находиться. Но вот косанули они, конечно, конкретно. Ладно, бегу платить совет. Вы не представляете. Я вот зашел сюда, и прям после меня закрыли дверь. Класс. Успел. Коль, я оказался в центре. Хочу вам показать обстановку на центральных пляжах. Люди уже купаются вовсю. Все построили, все поставили. Хочу вам показать. Вот сейчас очень яркое солнце светит. Вот дата. Воздух 31, вода 21. Я сегодня купался. Вода действительно классная. Вот такая вот обстановочка. Класс. Домой начинаем плавно паковать чемоданы. В закрытые карманы. Вдруг кому-то что-то понадобится, да? Вот в эти вот закрытые карманы мы убираем максимально теплые вещи, которые нам уже сейчас не понадобятся. Но, возможно, понадобится в прохладную погоду. А в открытые первые необходимые. Потихоньку начинаю кладываться все в машину. Значит, целый пакет обуви, который, естественно, нам пригодится. И в машине есть вот такие ниши. О, достаточно глубокие. В одну нишу сейчас хочу положить детскую обувь. В другую нишу хочу вот так убрать нашу. В третью нишу она занята. Здесь лежат провода. И какая-то еще есть, ну, по которой, типа, прикуривать машину. Ну, сейчас посмотрим, вместимся ли им. Ну, слушайте, здорово. Сюда вместилось четыре пары обуви. И сюда влезет еще одна дополнительная. Но у нас нету. Закрываем. А в детский сейчас будем помещать вот это вот все. Здесь, конечно, гораздо больше. Но посмотрим. Ну, и смотрите. Вот так вот покажу. Восемь пар ботинок сюда залезло. И еще смело две-три войдет, если битком забивать. Классно. Хорошая новость, потому что я купил большой бутыль. Двадцатилитровый. Вот такой вот. Огромный. Здесь прямо на райончике взял за 250 рублей. Сейчас осталось его помыть и набрать воду. И покажу, как мы в машине его установим. Я думал, что вода у нас будет стоять вот здесь. Рядом с туалетом. Возможно, мы туалет переместим. Здесь будут стоять чемоданы. В итоге все гораздо куда лучше. Смотрите. Вода будет стоять вот здесь. Прикиньте, как это удобно. Подставил. Все отлично. Вообще не болтается. Ничего не передавливает. И сидушка как стояла, так и стоит на одном уровне с этой. Ну, шикарно же. У нас есть еще вот такая вот полка. Мы ее с Подольска притащили. Мы решили ее не отправлять. Ее можно разделить на две части. Например, на одну часть складывать, например, посуду. А на вторую часть поставить возле машины. Перед тем, как заходить в машину спать, можно ставить обувь. Ну, посмотрим, как это будет в деле. Возможно, будет вообще не нужно. Вытаскиваю уже два чемодана. Потихоньку вот утрамбовываю машину. Очень хочется, конечно, чтобы в машине было классно все разложено. Чтобы нам это все не мешало. Ну, посмотрим, как оно будет. Ну, вот первая часть готова. Чемоданы, самокаты. Особенно вот этот вообще неудобный. Наш тубзик. На крайняк, чтобы можно было воспользоваться. Ну, собственно, вот и все. Мы собрались. Здесь осталось буквально пару штрихов. Еще утром позавтракать. Собрать всю нашу посуду. Все это дело упаковать в машину. Может быть, еще как-то там что-то перетусовать не знаю. Это уже в следующем видеоролике. И завтра мы отправляемся в путь. Завтра мы начинаем новый сезон. Уже завтра мы даже не знаем, где будем спать. Но будем придерживаться нашим планам стилей ван-лак путешествий по югу. Подписывайтесь на канал, если еще не подписывались. Ставьте лайки, пишите комментарии. Все важные и нужные ссылки для ваших путешествий, которые сделают ваши путешествия еще удобными, я оставил в описании. Не забывайте про наши гайды. Также есть все в описании. И до завтра, до нового видеоролика. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok